Приветствую искатели, на связи Сергей Трошин. Сегодня у нас замечательная, очень увлекательная тема про людей-гигантов. Да-да, сегодня не будет никаких мифов, каких-то загадок. У нас будут только факты, оружие, музейные экспонаты, книги, то есть то, что действительно можно увидеть, то, что можно пощупать своими руками. Я собрал для вас очень большую коллекцию по совершенно разным материалам, по разным наблюдениям. За это благодарим Виктора Максименкова и Мишу Вольнодумца. Я знаю, ребят, вы меня смотрите, поэтому передаю вам привет. И вот какие интересные наблюдения я нашел. Ссылки на источники и на статьи я вам оставлю. А сейчас давайте немножко посмотрим фотографии. Вот смотрите, обычный человек и гигант. И причем все эти фотографии почему-то в большинстве случаев 19 века. Были какие-то такие гигантские книги. Это кодекс Гигаса, если я не ошибаюсь, книга Дьявола. А вот меня больше интересует вот такая кость. Она находится в музее. Посмотрите, она размером практически с человек. Это бедренная кость человека. Но самое главное, что это официально находится в музее. То есть, соответственно, были и такие большие человеки. Любопытно. Вот, пожалуйста, фотографии обычный человек. Я подозреваю, что не маленького роста. А вот, смотрите, почти в два раза выше. И такие гигантов было полным-полно еще в 19 веке. Вот как раз место с раскопок, как тот самый человек нашел ту самую кость из музея. По-моему, это британский музей, врать не буду. А вот меня заинтересовала Миша Вольнодумец, кстати, подсказал. Вот я заинтересовался оружием. Стал искать информацию, статьи. Чуть позже вам покажу. Больше фотографий. И почему все-таки вот эти огромные ружья были именно для гигантов? То есть, они не приспособлены под человеческие руки, ну, под размеры человека современного размера. Ну, блин, такая тавтология. В общем, под маленьких людей оно не рассчитано. А вот, смотрите, огромный нож. Ну, это уже напоминает, знаете, маркиза, 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 карабаса. Помните, там кот этим все ножичком там что-то отрезал, там делал, уменьшал, увеличивал. Ну, был там какой-то гигант, а вот двуручные мечи огромные символизировали, согласно официальной истории, целую армию. Ну, блин, а может быть, это просто мечи гигантов, ребят? Может, все проще, такие мечи есть в Европе, в Азии. Или вот, пожалуйста, мумия какая-то, захоронение, обычный человек. И это что, под 3 метра ростом. Или, пожалуйста, вот здесь в футах 5,5 футов. Ну, в принципе, средний рост обычного мужчины. Потому что 6 футов – это 2 метра. Вот средний мужчина, да, девочка, смотрите, высотой почти 8 футов. Ну, это очень и очень большая девочка. Простите, он ей этот, он буквально в пупок дышит. Или вот, пожалуйста, оружие гигантов. Ну, про это еще поговорим. Пожалуйста, еще раз оружие гигантов. Для сравнения давайте кое-что посмотрим. Вот оружие современное. Ну, не то чтобы современное, но, в общем, под маленьких людей, нас с вами. А вот это, смею вас замерить, вот эта ручка, видите? Это не приклад, это только вот эта часть. Сам приклад здесь был обрезан, потому что он неудобен. Обратите внимание, какой размер курок здесь, под нашу с вами руку, под указательный палец. И какой размер курка здесь, тут чисто можно всей пятерней дергать. Представляете? Какого же размера были эти люди? Ну, явно несколько метров. Ну, метра три, так точно. Вот про это еще будем с вами говорить. Или вот, смотрите, какие огромнейшие ружьи. То же самое, огромные курки, огромные стволы и современный мужичишка с современным ружьишком. И, как мы знаем, у нас по легендам были всякие там Гераклы, сыны богов, сыны нефилимов, падших ангелов. И брали они себе дочерей человеческих, рождали они. И были, как там, дословно не помню, исполины, издревлеславные люди, какие-то большие гиганты. Или те же сыны Посейдона, циклопы. Это же были гигантские люди, но, правда, с одним глазом. Светогор, почему-то это древний русский богатырь, но он был тоже гигантом. Берем любых майянских каких-то богов, белых богов с севера, которые приходили тем же индусам. Семь белых риш и белые боги с севера, которые приходили в Китай. Белые боги, которые приходили в Южную Америку. И по всем этим легендам, почему-то это были не просто белые боги, а они еще были большого роста. Так же, как и, собственно, индийские боги. А вот, вот эти вот великаны, смотрите, которые держат на руках совсем немаленького Арнольда Шварценеггера в одни из своих лучших годов, в то время, когда он снимался в фильме «Конан Варвар». То есть он был в хорошей физической форме. И Шварценеггер-то ростом 185, если я правильно помню, тоже немаленький. А по сравнению с ним, он как щенок. Вот этот мужик еще в рестлинге участвовал. Или вот, пожалуйста, девочка, какая мадама. Вот обычная женщина, и эта мадама, блин. Да, или балалайка. Вот на такой бы поиграть. Интересно. Вот, пожалуйста, он когда рестлингом занимался, вот тот самый великан. Что это, потомки древних богов или потомки какой-то древней цивилизации? Если мы посмотрим не только фотографии Петербурга, а если вы живете в Петербурге, вы можете туда даже сходить. Многие места, там до сих пор ступеньки маленькие, под нас с вами, под маленьких людей, и ступеньки вдвое большего, если не втрое, размера. То есть вот для таких вот ребят, которые жили там еще в 19 веке. И ружья-то для них вот были вот такие большие. И паёк для них был, наверное, уже не двойной, а тройной. Ну вот, пожалуйста. Какие здоровенные мечи. А вот просто японская катана обычная, а это, смотрите, сколько мечи. Это ж какой размер, представляете? Или вот какая-то сабля. Поправьте меня, если я не прав. Ну вот не сможет он вот такой саблещей спокойно махать. Даже двумя руками это будет слишком медленно. Его просто зарубят той же катаной. Или вот, смотрите, из такого ружьишка стреляют. Смотрите, крок какой размером. Да ему только сразу несколькими пальцами его дергать. Понятное дело же. Или вот такие книги гигантов. И вот, пожалуйста, начали сначала, правильно? Ну, поехали дальше. Подготовил для вас тут кое-какую информацию. Вот иностранный сайт. Здесь следы гигантов. Вот, обратите внимание, человек. А вот это след тоже человек. Кто это? Светогор оставил? Сам Сварог? Или кто? Какой-то древний бог из Индии? Или вот это? Смотрите, какие огромные следы. И маленькие человечки. Или вот это? Ну, это явно не Бигфут. Или так, как называемый Йетти, снежный человек. Это кто-то другой. Смотрите, какие огромные следы. Невероятно. Вот, пожалуйста. Или вот, знаменитые фотографии, еще помню, по каналу Дискавери их часто показывали. Вот. Сравнение с обычной ногой современного человека. Это даже не 45 размер. Или вот, пожалуйста, современный человек. А это что, блин? Это слоняра какой-то. Ссылочки, конечно, оставлю в описании. Сами тоже сможете посмотреть. Смотрите, какие размеры. Вот, обычная нога. А это что? Йетти какой-то наступал. Или это. А это вообще, обратите внимание. Можете сказать фейк. Ну, а что, если эти ребята тоже пользовались обувью? Мы видим каблук. Может, это сапоги были у него такие большие? Почему нет? Помню ту же легенду о Давиде Голиафе. Были, видать, большие люди? Смотрите. Да тут один палец, блин, как эта нога. А вот это, смотри. Вот это человека. Давайте даже сейчас увеличим фотографию. Смотрите. Вот это справа человек, а вот это след ноги человека. Да еще, причем, как-то он сбоку. Он что, лежа, что ли, этот след оставил в глине? Или как это вообще получилось? Невероятно, конечно. Чудовищные просто размеры. Но великаны существовали. И они существуют еще до сих пор. Местами рождаются люди, которые такие большие. И кто это? Инопланетяне? Люди из других земель? Или это соседняя раса какая-то? Или это наши предки? Или потомки древних богов? Почему они такие большие, а мы с вами маленькие? Смотрите, сколько следов. Вот как можно это все говорить, что эти следы, например, фиктивны? Или не было великанов? Ну, столько всего это есть. Ученые признают, что это тоже действительно следы, действительно человеческие. По крайней мере, большинство этих следов. Про это даже по Дискавери еще в 90-х, я помню, смотрел, когда у нас открылись и появились, наконец, эти иностранные каналы. Ну, просто прям не то, что как на убой, как это сказать. Ну, в общем, не отрываясь смотрел, про все это показывали. Там много чего интересного. Вот еще даже видосик какой-то есть тоже, посмотрите. А мы едем дальше. Так, гиганты со всего мира до утопления реальности. Ну, короче, допотопные. Посмотрим. Ну, в Питере, я думаю, вы и так видели, там человечки большие, человечки маленькие и все такие бородатые мужики. А здесь, смотрим, у человечки маленькие и бог, кто это, Шива, Вишну, довольно-таки большой. И здесь снизу человечки поменьше. Опять же, побольше, поменьше. Здесь мы видим сразу, опять же, вот есть маленькие люди, сзади побольше. А тут еще на возвышении еще какие-то более большие люди. То есть, совершенно разного роста были люди. Или здесь. Можно, конечно, говорить, что это одни были более величественные, другие менее величественные. Ну, что-то слишком много всего и легенд. Ладно бы только статуи. У нас еще и следов полно, и картин, и скелетов, отдельных костей сколько найдено. Да и в 19 веке сейчас полно людей большого роста. Феноменально большого роста. Под 3 метра. Причем они даже многие не больные, а вполне здоровые себе ребята. Вот, пожалуйста, майянский какой-то великанчик или еще кто-то. И вот здесь маленький человечек. И так абсолютно по всему свету. Так, античный Рим или Греция. Опять маленькие люди, большие. Вот, смотрите. Бык. Такого же роста еще бык там где-то, не знаю, стоит. Или вот маленькие люди. Тут большой. Ну, сами еще полистать. Тут, конечно, очень и очень много чего. Сейчас буду затягивать ролик. Но смотрите, насколько интересно. Или вот, пожалуйста, Будда. Очень интересный материал. Знаете почему? А с чего мы взяли, чтобы Будда был маленький? Ростом, как мы с вами. Много свидетельств о том, что Будда не просто был немножко странный. У него, видите, всегда на статуях изображают такие странные уши с огромнейшими мочками. По легендам, он даже свой прибор, так называемый лингам, умел как-то там прятать вместе со всеми... со всем своим хозяйством куда-то там вовнутрь. И выглядел как-то немножко странно. И что на нем это не просто такая шапочка, он действительно так выглядел. И ростом был там около 4 метров. Почитайте книги Эрнста Молдашева «В поисках города богов». Там 3 или 4 части. Там про это очень хорошо рассказано. Вот и подробнее как раз. Опять же, смотрите, какие огромнейшие уши у этого Будды. Глутама Будда. Вот еще всякие великаны. Есть, конечно, сейчас и фейки, которые делают в фотошопе. Есть даже какой-то фейковый ролик, который якобы там какой-то гигантский японец или китаец там ходит в империи японцев. Ну, больше там на фейк похоже. Потому что такое смонтировать действительно можно. Потому что у него постоянно там размеры меняются. То он больше, то он меньше. Вот. А это Хануман, наверное, или кто-то. А вот это, видите, обезьянки поменьше и человек поменьше. То есть, совершенно разного размера люди. Так изображали их власть. Может быть, где-то так и изображали. А почему мы до сих пор с вами говорим «великий», «великаны». Все божественное у нас всегда связано с великанами. Мы любим высоких людей. Это у нас ассоциируется со статью, с властью, с каким-то благородством. Все практически боги, практически всех культур мира были всегда какие-то очень высокие люди. Вплоть до великанов. Столько легенд о великанах, следы великанов, барельефы с великанами. Что-то, наверное, в этом есть. Светаго, Сварок, многие другие. Те же фараоны, Эммалхатеп. Их полно там всего было. Все были очень большие. Анунаки. Вспомните барельефы Вавилона, вот этого Шумера. Они же там ростом по 3,5 метра. Про это помню, как раз по Дискавери очень много всего показывали. Но это же сколько всего любопытного. Смотрите, большие, маленькие, поменьше. Это разные ростом, видите. А что если все эти гигантские статуи, которые в том же Египте сделаны, что если они сделаны в натуральную величину? Там ростом люди по 9 метров, по 6 метров разные. И в то же самое время там по 2 метра. Вот вообще с ножами с какими-то, видите. Это же интересно, почему так? Может все-таки великаны это не миф. Это какие-то наши предки, потомки богов или иной цивилизации. Может из-за того, что атмосферное давление было другое. А может все это было совсем недавно, в веке в 19-м. И вся вот эта древность, она фальшивая. И раньше все люди были большие. А камни ики, где люди верхом на динозаврах ездят, следить динозавров и человека одновременно. А вот смотрите тоже, какой огромнейший человек. Это рядом с ним не ребенок, это взрослый мужчина. Или здесь. Или здесь. То есть монголоиды тоже, ребят, не все маленькие. Ох ты, нифига. Смотрите, этот еще даже не стоит. Он на колонне какой-то сидит. Какой же у него рост у этого товарища? Или здесь. Как видим, тут среди различных рас и народов. Тут и чернокожие, и желтокожие, и белокожие. Разные люди. Смотрите, какие огромнейшие люди. Раньше они все были здоровыми. А сейчас почему они больные? Гравитация им не подходит? Или что? Атмосферное давление не то. Смотрите, какие огромнейшие люди. Не воевали они. Все это было. Вот опять же эти следы идут. Мы это с вами уже смотрели. Вот, смотрите, какие огромные ступени. Ну, для нас такие ступени явно великоваты. Если вот этот рост, скажем, даже 2 метра, то тут 4, 5, 6 метров, короче. 5, 6. А тут вот ступеньки сделать для нас. Для карликов. Или вот из шумера как раз. Тоже интересные. А вот смотрите, это верблюды. Представляете, это человек, насколько больше верблюдов. Это что, он свою власть над верблюдами показывает или что? Слоны меньше их. То есть, какие же это люди? Боги индийские. Опять, кто это? Бык. Смотрите, он бык, ей только вот по пояс. Этой индийской богине. Причем богиня, не знаю, что это за богиня. Но факт остается фактом, что так изображали в совершенно разных культурах, народах по всему свету. Это не может быть просто так. Что-то в этом есть. И как правило, у нас ассоциация с большими людьми. Это кто? Олимпийские боги, либо какие-то еще. Они всегда большие были. Нефилимы, издревле славные люди, когда они брали наших детей, ой, дочерей человеческих. И те рождали им. Помните, да? Вот, пожалуйста, люди. А это Энлиль. Кто это там? Масса тела шумерских богов и людей. Вот интересно, 350 сантиметров. То есть, 3 метра 50 сантиметров. Это вес, представляете, 600 килограммов. Это так вес целого быка. А вот это лев. Он действительно льва бы вот так вот смог запросто держать. А лев это сколько? Ну, 200-250 килограмм. Но он размером с быка. Вот тебе Илья Муромец. Представляете? Вот еще радиоуглеродный анализ. Что это еще? Фоменко с Носовским доказали. Многие исследователи за рубежом у нас в стране. Радиоуглеродный анализ. Брехня. Или вот какие огромные стрекозы были. Значит, атмосферное давление было другое. В общем, ссылочку оставите. Сами посмотрите. Очень интересно. А мы едем дальше. Про оружие. Давайте-ка еще посмотрим, что здесь удалось найти. Гигантские ружья. Это ружья гигантов. Так. Ну, вот эту фотографию мы с вами уже видели. Вот, смотрите, опять же. Это тоже видели. Это тоже. Опять же. Смотрите, какие огромнейшие ружья. При этом у них курки. Очень тоже большие. Вот. Для сравнения ружья под размер современного человека. Тоже. Хоть оно и длинноствольное, но размер под обычного человека. Вот тоже для обычного. А рядом, смотрите, с огромными кругами. И для сравнения, вот эта вот часть вот осталась рукоять. А сам приклад обрезан. То есть, оно еще вот такое вот, представляете, было огромнейшее. С прикладом. Просто фантастика. Вот для сравнения. Если бы просто сказали, что нет, это крупнокалиберное какое-то оружие, чтобы там в несколько человек стрелять. Вот. Сравни, сравним. Крупнокалиберное оружие, да. Какого оно размера? Само-то по себе оружие может быть крупным, но и даже для переноса и перевозки каким-то даже транспортом или несколькими людьми, как мы видим, все равно курки нормального типа размера. Приклад все равно нормального размера. Если требуется вот приклад, видите, нормальный размер. Здесь мы видим курок почти что нормального размера, но, видите, он берется, а пальцем достать не может. Вот как должен был стрелять? Он, значит, должен браться где-то вот здесь вот или что? Это ружье еще не для великана, может быть, а для человека немножко побольше. А вот здесь как он должен был заправлять. Смотрите, какой ствол. Ну, статейка, конечно, тоже есть. Можете еще сами почитать. Вот, пожалуйста, где-то это в Японии, так полагаю. Огромные, смотрите, ружья нашли. Вот хвалятся, какое у них теперь вооружение. Или вот как они здесь стреляют. Якобы это вот специально так делалось. Да нет, нашли оружие гигантов. Вот решили вот так приспособить. Потому что один человек не в состоянии это удержать. Представляете, какой рычаг. Там обязательно подпорка должна быть. Либо другой человек должен стоять. Вот, пожалуйста, человек. И тут какие ружья. Ну, это что-то нереальное. Вот какие-то гравюры тоже. Якобы вот так все это использовали. Вполне вероятно. Но почему так использовали? А вот, смотрите. Огромное как раз ружье, видите? И как он его держит. Тут, видимо, еще приклад старый остался. А вот даже какая-то фотография тут с китайскими иероглифами. Времен, может быть, Первой мировой. Вот как они это использовали. Нам говорят, вот видите, использовали. Значит, все так и было, блин. А с чего взяли? Что именно? Они использовали его по прямому назначению. Смотрите, какое огромное, длинное. А вот, смотрите, маленькое какое оружие. Ну, явно не под наши ручки с вами. А вот, смотрите. А вот тут все наоборот. Этот пистолет сделан в 2002 году. Попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это копия настоящего пистолета. Но китайцы же не баловались. Книга рекордов Гиннесса. То есть, это просто вот сделали ради баловства. А вот еще вот как раз тоже очень большой пистолет. А вот здесь вот с обрезанным прикладом. Я вам уже показывал эту фотографию. Там курок можно всей пятерней его тащить. Или вот такие. Тут для сравнения, правда, не с чем посмотреть. Но вот огромные. Вот, смотрите. Человек и ружье. Обратите внимание, какой курок и обрезанный приклад. Это рукоятка. Это не приклад. Вот для сравнения, опять же, смотрим. Вот курок. Вот здесь вот мы видим рукоять. И вот сам приклад. А здесь мы видим только рукоять. Приклад отрезали. Вот как раз вот, не помню, Миша Вольнодумец, по-моему, про это рассказал. Меня как-то заинтересовало. Действительно, думаю, прикольная тема. Стал искать свою информацию. Вот, смотрите. Да это целая пушка. Представляете, таких солдат имеет в своем вооружении. Вот такая интересная информация. Здесь вот есть еще даже часть вторая. Тут можно еще почитать, посмотреть. Думаю, надо целый цикл лекций. Никак, даже не лекций, роликов делать. Исследовать этот вопрос, потому что информации очень много. Тут и книги гигантов есть про это делал ролик. Очень много информации. Присылайте все, что знаете. Вы что-то интересное по этому поводу обязательно. Сделаем обзор. А вопрос остается открытым. Артефакты есть. Гигантские люди есть. Фотографии есть. Следы есть. А что же все-таки было? Куда делись гиганты? И были ли это боги, потомки богов или что? И почему мы с вами такие мелкие? Атмосферное давление потому что изменилось или что? И когда же вымерли динозавры? И что было в 19 веке? Вот такая информация, друзья. На этом я с вами прощаюсь. И помните, никому не верьте на слово. Проверяйте все сами. Мир удивительный, чем мы с вами привыкли его считать. А на этом сегодня все. Пока. Продолжение следует.